В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Видновском ПТО ГХ подтвердили стопроцентную готовность к отопительному сезону. Порядка 130 километров тепловых сетей тоже готовы к отопительному сезону. В историко-культурном центре состоялись публичные слушания по вопросу принятия устава Ленинского городского округа. Глава городского округа избирается советом депутатов городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Ежегодная спартакиада поселений состоялась в Видном. Горки Ленинские, они сразу быстро пробежали, но там видно, что ребят приехали, девочки подготовленные. Видновское производственно-техническое объединение городского хозяйства на 100% готово к отопительному сезону. Об этом в интервью нашему телеканалу заявил заместитель генерального директора Организации по теплоснабжению Алексей Манаенков. За время лета к зимнему сезону было подготовлено техническое котельное оборудование, проведены планово-профилактические ремонты и гидравлические испытания тепловых сетей. На сей момент у нас подготовка закончена на 100%, 23 котельных у нас готовы к отопительному сезону, и порядка 130 километров тепловых сетей тоже готовы к отопительному сезону. В нынешнем году произвели замену тепловых сетей общей протяженностью более 1200 метров. Работы велись на двух участках в городе Видное, в поселке Измайлово, в горках Ленинских. Капитальный ремонт водоподготовки был сделан в поселке Развилка. 1 сентября начались пробные топки. На сей момент почти половина выполнена, если бы точно то 47% пробных топок в домах проведены. На этом мы, конечно, не останавливаемся, идем дальше. До конца сентября у нас по плану проведение пробных топок, ну и, соответственно, начало отопительного сезона где-то в начале октября. По заведенным правилам отопительный сезон начинается, когда средняя температура в течение пяти суток не поднимается ниже 8 градусов. Впрочем, включить тепло в домах могут в случае, если такое распоряжение отдаст администрация муниципалитета. В настоящий момент начат пуск детских садов, в частности, на Володарке запущены некоторые детские сады, в Молоково готовим дом ребенка к запуску. То есть те объекты, на которых у нас есть возможность, мы уже подключаем по их просьбе. Алексей Манаенков также отметил, что прошлый отопительный сезон прошел в штатном режиме без серьезных аварий. Моисей Шумаилов – человек, с которым ассоциируется видное. Почти 40 лет назад Моисей Исаакович связал жизнь с гордым садом и ни разу об этом не пожалел. Ответственный руководитель, дружелюбный человек и творческая личность. В этом году он по праву удостоился звания почетный гражданин Ленинского городского округа. Наш корреспондент Юлия Погосьян встретилась с Моисеем Шумаиловым, чтобы узнать, как столько лет ему удается держать все в своих руках. Мы застали Моисея Исааковича, когда ему вручали очередную почетную награду. Прямо на рабочем месте, в окружении коллег, председатель Совета ветеранов Московской области, наш земляк Виктор Пикуль повесил Моисею Исааковичу на грудь медаль «Почетный ветеран Подмосковья». Еще одна победа в копилке внушительных размеров. Человек с замечательными душевными качествами, способнейший, талантливейший, руководитель, организатор и вообще тот, ради которого и с которым легко работать, трудиться и решать любые самые сложные задачи. Долгий путь, почти в 40 лет, привел Моисея Шамаилова к высокому статусу почетный гражданин Ленинского городского округа. Нагрудный знак ему торжественно вручили во время празднования 55-летнего юбилея города Видное, города, где и начался его трудовой стаж. В 1983 году, после окончания Московского государственного института культуры, он волею судьбы попал в этот перспективный городок на должность методиста отдела культуры. Занимался организацией работы клубных учреждений. На территории Ленинского района их было около 50. «Мы, конечно, рвались в бой, и нам очень хотелось здесь что-то сделать, проявить себя. Ну и уже там было не за горами 40 лет победы, и мы взяли несколько таких направлений, как организация вот этих торжеств, причем разработали сценарий для всех сельских клубов, домов культуры. Такой типовой вариант, но, соответственно, там творчество можно было проявлять». Так начиналась масштабная культурная революция. Первое массовое мероприятие состоялось в 1985-м на стадионе «Металлург» – реставрация дня начала Великой Отечественной войны. «Мальчики, девочки с наших школ, переодетые, мы искали им костюмы. Я ездил по всей Москве, по всем театрам, добывал костюмы. Голос Левитана мне нужен был. Мы сделали запись именно первых сообщений и потом последующих. И там вот нам для сценария нужен был Левитан. Это мы тоже нашли». Через три года добросовестной работы Моисей Исакович встал во главе отдела культуры. Это и было тем самым судьбоносным решением. Уйдя он тогда работать в Москву, жизнь бы повернулась иначе. В должности начальника управления культуры Моисей Шамаилов пробыл 30 лет. «Масленица провода зимы. Если рассказать, как первые проходили, вот никто не поверит. Как первые елки нарыжались на площади, никто не поверит. Первый праздник, 25 лет городу Видное, был в 1990 году. Чего мы только не придумывали. Конечно, не все получилось. Но часть из всей этой фантазии нам удалось реализовать. И вот это, надо сказать, что это огромный труд, огромный труд, это команда. И, конечно, когда я выступал и сказал, что это не моя одна заслуга, да, вот то, что мне присвоили звать. Это огромный, огромный труд большого коллектива». В 2017 году Моисей Шамаилов поменял культуру на политику. Стал главой города Видное. И на этом поприще показал высокий профессионализм. Сейчас, когда район преобразован в округ, он руководит всеми территориальными отделами. «Я понимал, что два момента. Авторитет высокий. Если ты не сможешь справиться, ты загубишь все, что сделал за 33 года. Либо ты справляешься, и к твоей биографии добавляются еще какие-то положительные моменты». Положительных моментов за три года политической деятельности много. В частности, благодаря тесному взаимодействию с местными жителями. Ведь принцип работы Моисея Исаковича – сохранять и приумножать традиции и красоту Ленинского городского округа для земляков и последующих поколений. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видно этого. В историко-культурном центре состоялись публичные слушания по вопросу принятия устава Ленинского городского округа. Вел слушание первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. На мероприятие побывала наша съемочная группа. Устав муниципального образования – основополагающий документ, регулирующий сферу правовых отношений по осуществлению местного самоуправления. В соответствии со статьей 1 закона Московской области от 4 июля 2019 года произошло изменение состава территории Ленинского района. В результате чего поселения, входившие в него, утратили статус муниципальных образований. Муниципалитет был преобразован в городской округ. По вопросу принятия устава Ленинского городского округа состоялись публичные слушания. Провел их первый заместитель главы администрации Альберт Гравин. С докладом по обсуждаемой теме выступила начальник правового управления администрации Ленинского городского округа Галина Благодарящего. Глава городского округа является высшим должностным лицом городского округа и наделяется уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава городского округа избирается Советом депутатов городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Глава городского округа избирается Советом депутатов муниципалитета из числа кандидатов, представленных комиссией по результатам конкурса. Срок полномочий составляет пять лет. Городской округ имеет свой собственный бюджет. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа осуществляется органами местного самоправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. У жителей была возможность выступить со своими предложениями. Замечания Ольги Чеботаревой касались пользования водными объектами и береговой линией на территории округа. Именно уставом устанавливается и изменяется порядок пользования водным объектом и землей. То есть статьей 6 Водного кодекса определено, что только кодексом либо федеральным законом меняется статус пользования местными жителями любыми федеральными водными объектами либо находящимися в собственности в субъекте. Поэтому если уставом городского округа будет принят пункт о том, что они именно на местном уровне меняют пользование водой рек, водных объектов, береговой линии, это жесткое нарушение федерального закона. Эти полномочия не отданы даже субъекту. Субъектом является Московская область. Альберт Гравин отметил, что все поступившие в комиссию предложения будут внесены в протокол публичных слушаний, который будет направлен главе Ленинского городского округа для дальнейшего рассмотрения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ежегодно в «Видном» в начале сентября проводится спартакиада поселений. Лучшие спортсмены вступают в противостояние со своими коллегами за звание победителя. На этот раз к этому мероприятию присоединилось еще одно – фестиваль ГТО. Наша съемочная группа побывала на обоих. Утро воскресенья «Видном» стало поистине спортивным. На стадионе «Металлург» состоялось сразу два масштабных мероприятия. Это традиционная осенняя спартакиада поселений и фестиваль ГТО. В спартакиаде участвовали спортсмены из пяти поселений. Метание гранаты, прыжки в длину и, конечно же, состязания в беге. Последней была из тафетов, в которой участвовали двое мужчин и две женщины. Горки Ленинские, они сразу всех быстро пробежали, но там видно, что ребят приехали, девочки подготовленные, поэтому видно сразу результатом, что было. Он также в том году, вот этот парень, который за горкой, он сразу отрыв сделал метр, что как сегодня. И уже вопросов не было. Он – это Виктор Михайлов, бегун со стажем. Говорит, что в эстафете главная работа в команде. Мы должны поддерживать дух команды, соответственно, должны быть лидеры. И уже к лидерам всегда люди тянутся. Я думаю, что это хороший повод для тех, кто желает только начать бегать или заниматься вообще спортом или физкультурой. Команду ведновчан представили люди совершенно разных профессий, но всех объединяло одно – любовь к спорту. Радует, что молодежь остается такой спортивной, что сдаются нормативы ГТО, и что вообще, в принципе, спорт в Ленинском районе популяризируется. Много новых площадок и возможностей для занятий спортом. А ГТО сдавали тут же. Участников двух мероприятий, казалось бы, можно было перепутать, если бы не нагрудные номера, отличающие тех, кто пришел на фестиваль ГТО. Наши ребята очень активно принимают участие, потому что, во-первых, это желание проверить себя. И взрослые, кстати. У нас здесь есть учителя, у нас здесь есть медицинская сестра. Мы все тоже сдаем ГТО. Восьмиклассница Настя Данилова нормы сдаёт во второй раз. Конечно, есть небольшое волнение, но в целом, конечно, уверена. Насколько ты готова? На сто процентов. Здесь нет тех, кто решил проскочить на удачу. Все готовились, особенно к бегу. 30 и 60 метров – вроде бы и несложные дистанции, но только опытный бегун не потратит даром ни одной драгоценной секунды. Держи, 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 держи. Сразу десятки участников фестиваля ГТО собрались на площадке, где можно было сдать нормы по нескольким дисциплинам. Тимофей Мартынов установил личный рекорд по сгибанию туловища из положения лёжа. Сколько? 54. Считал сам? Нет, сам начал считать, сбился, не считал дальше сам. А вообще, собственно, рекорд какой личный? Вот сейчас 54 за минуту. Всего порядка 150 человек приняли участие в фестивале. Прыжки в длину, потягивания, отживания – всего 8 видов по лёгкой атлетике и 7 силовых видов. В большинстве своём ребята справлялись хорошо. Подготовка нужна, особенно в лёгкой атлетике. Лёгкая атлетика, конечно, это такой вид, где нет такого, что ты пришёл и пробежал. Да, вот прыжок можно, там отренироваться, всё, а вот лёгкой атлетикой надо заниматься. Нужны, конечно, ноги, сила воли и, естественно, тренировки, тренировки. Сдача норм ГТО для каждого – проверка собственных сил. Получить заветный значок для многих – это доказать самому себе, что ты справился, смог, а значит, готов к новым испытаниям. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видно.ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.